Вторая часть нашей эпопеи относится уже к загрузке Linux, к загрузке операционных систем. Небольшой ролик, минут на 15. Итак, 101, часть 2, загрузка системы, вес 3, то есть 3 вопроса по этой теме могут встретиться на экзамене. Элпиковский институт у нас просит разобрать вот следующие темы, это работа с загрузчиком и с опциями ядра. Можно разобраться немножко в том, как настроена последовательность загрузки устройств в BIOS и разобрать понятия SysVInit, SystemD и AppStart, после чего поглядеть, как можно посмотреть события загрузчиков. Для начала рассмотрим процесс загрузки компьютера. При включении компьютера центральный процессор переходит на адрес BIOS и загружает BIOS. BIOS, или если говорить о современных компьютерах UEFI, проводит кучу проверок и выбирает согласно своим настройкам носитель информации. На носителе находится у нас MBR, это Master Boot Record, или GPT, или Guide Partition Table на новых компьютерах, в которой находится загрузчик. Дальше по обстоятельствам. Загрузчик может загружать сразу непосредственно операционную систему, а может передавать управление следующему загрузчику. Например, если у нас Windows и Linux установлены на одном компьютере на нескольких разделах жесткого диска. В любом случае, если говорить о Linux, то чаще всего у нас есть первая стадия загрузки. Это небольшая часть машинного кода, которая у нас запускает, собственно, загрузчик. Это и есть вторая его стадия. Загрузчик знает, где лежит ядро операционной системы, грузит его, грузит еще такое понятие, как Initial RAM Disk. Там конфигурационные файлы и модули, которые необходимы для загрузки ядра. Затем ядро уже берет дальнейший процесс запуска на себя. Происходит инициализация устройств, конфигурирование процессора, памяти и так далее. После всех этих инициализационных процедур ядро запускает процесс Init. Мы сейчас эти этапы, нижнюю часть нашего слайда, просмотрим на практике. Хотя давайте перед практикой еще немножечко поговорим о загрузчиках. По LP нам нужно знать о существовании двух загрузчиков. Это Lilo и Grub. Они оба работают в два этапа. У них первый этап это крошечный машинный код на MBR или на GPT запускает уже загрузчик второго этапа. Но есть еще и другие загрузчики. Например, у винды родной вы видите загрузчик это NDLDR, у Mac это BootX. Есть еще, например, Chameleon. Это гибкий такой кроссплатформенный загрузчик, может запускать что угодно. Вообще их огромное количество, но для линуксовых сред Lilo и Grub считаются самыми распространенными. У нас на Ubuntu Grub, и мы сейчас его посмотрим. Если при загрузке операционной системы, в данном случае Ubuntu, нажать Shift или в старых версиях загрузчика Group Escape, мы попадем в меню загрузки. У меня Group версия 2.0.2. Начиная со второй версии нужно нажимать Shift. Так вот, в меню загрузки у нас есть вариант по умолчанию, то есть запуск Ubuntu со стандартными параметрами. У нас есть вариант запуска Ubuntu с дополнительными параметрами и два варианта запуска программы, которая тестирует оперативную память. Выберем вариант запуска по умолчанию, нажмем клавишу I латинскую, Edit и поглядим, что у нас здесь есть. Раньше все параметры запуска Ubuntu были немножечко попроще, их было поменьше, но новый групп, у него здесь есть несколько дополнительных опций. Нам нужно понимать то, что он у нас монтирует корень в раздел жесткого диска, который указан по ID-шнику. То есть вы видите то, что у нас есть файловая система, по UUID, установить root и собственно ID-шник того раздела, который будет считаться у нас корневым. ID-шники разделов мы с вами смотрели в прошлый раз, напомню, это команда Blkid такая. Так вот, у нас указан корневой раздел и далее написано то, что у нас ядро, строчка Linux, ядро находится на корневом разделе и в такой-то папочке. И это и есть у нас файл ядра, видите, у нас ядро 3.13. И есть у нас еще образ Initial RAM диска, того самого, который у нас находится в оперативке, сейчас про него поговорим. И есть определенные параметры, то есть, например, мы сейчас можем отредактировать параметры загрузки именно для текущей загрузки. Пройду я в конец этой строчки. И у нас есть параметры Read Only, то есть только для чтения открывается ядро. Режим Quiet, то есть он у нас не показывает всю красоту, которая происходит при загрузке. И параметр Splash говорит о том, что нужно показать красивую картинку загрузки. Давайте тоже это сотрем. VT Hand Off, не знаю, что это за раздел, не буду вам врать, что это за параметр, сотру его тоже и посмотрим, что получится. Еще раз скажу, то, что я сейчас стер, оно будет действовать только в рамках текущей загрузки. Чтобы поменять эти параметры насовсем, нам нужно будет уже из-под самой операционной системы поменять конфигурационные файлы загрузчика. Это у нас мотив следующего занятия. Так вот, я сейчас все это стер, и у меня внизу написано, что F10 нажмите для загрузки. Нажимаю F10. И вот у меня грузится текущий вариант загрузки, когда он показывает все процессы, которые у него пробегают. Ну, вы, собственно, это увидели. После загрузки открываем командную строку и проверяем команду, которая используется в Unix операционных системах по умолчанию для вывода сообщений ядра. The Message она звучит. И эта команда нам показывает, собственно, все сообщения ядра, которые были. LPIC требует разбираться в разнице между The Message и, собственно, его логом. То есть сама команда The Message показывает нам все события ядра. То есть вы видите, последние события это что-то у нас с часами, что-то у нас с AC97. А есть у нас еще лог. Лог у нас находится по пути var log The Message. Напоминаю, команда cut у нас выводит содержимое файла в нашу консоль. И вот этот вот файл var log The Message у нас содержит только информацию о загрузке. То есть здесь от начала загрузки до конца все, что происходило. Все события, которые происходят позднее, здесь их нет. То есть вы видите, вот здесь события у нас есть. Twitter Toolbox USB Tablet и потом еще парочка событий. То есть если мы снова выберем команду The Message, то мы увидим, что эти события, вот они происходили наверху, после чего еще происходило кое-что. То есть если мы хотим увидеть информацию о загрузке, как у нас грудилось, что грудилось, то нам именно нужен файл вот этот var log The Message. Теперь давайте немножко поговорим о системе инициализации операционной системы. Это последний этап нашего первого слайда, когда у нас запускаются процессы все. Значит, есть такое понятие, как init. Это первый процесс или родительский процесс, который запускает все последующие процессы. Это может быть проверка и монтировка файловых систем, запуск служб и так далее. Есть три варианта работы этого родительского процесса. Первый, такой самый старенький, это init в стиле CSV. Это загрузка, основанная на уровнях запуска. То есть есть несколько уровней загрузки или run-levelов, обычно их семь. Один из них, как правило, это обычный многопользовательский режим. А остальные уровни загрузки, это там выключение компьютера, перезагрузка, режим восстановления и так далее. Это немножко не входит в тему нашего сегодняшнего такого урока. На занятиях администрировали Linux. Мы это разбираем побольше. Значит, есть init поинтереснее. Это init в стиле SystemD. Это родительский процесс, который запускает индициализацию в ускоренном режиме. Ускоренный режим достигается за счет использования особенностей процессора, в частности, интелов, которые позволяют запускать процессы индициализации параллельно. У этого init в стиле SystemD есть еще огромное количество дополнительного соста, софта, библиотек, службы и так далее. И последний init, это init в стиле Upstart. Он используется на основу Ubuntu уже давно. Тут не просто запускается скрипт индициализации, но еще и происходит отслеживание событий и реагирование на них. То есть это такой более гибкий процесс индициализации. Если, например, какая-то служба у нас не запустилась или вдруг упала в процессе загрузки, то Upstart умеет это отследить и запустить, например, повторно. Об самом процессе инициализации нам говорить так достаточно на практике в деталях еще рановато. Я вам просто покажу дерево процессов. Это команда PS3. Ее даже не обязательно знать в рамках экзамена. Просто есть такая команда, и она у нас показывает дерево всех запущенных процессов. И вот здесь можно увидеть то, что родительским процессом для всего этого был init, который уже запускал свои какие-то дочерние процессы. Это Network Manager, настройка сети с его дочерними процессами и так далее. То есть у нас здесь много-много процессов, которые все запущены тем самым init, о котором мы говорили. Напоминаю, в Ubuntu это на данный момент Upstart. Ну и последнее, что нужно упомянуть в рамках сегодняшнего занятия. Давайте заглянем в папочку корневую boot и посмотрим, что в ней есть. А в ней есть следующее. Тут лежит, собственно, сам загрузчик. Вот он, папка загрузчика. Сейчас в нее заглянем. Ядра линуксовые. Вот они, ядра у нас, видите, есть 3.13. И initram диски здесь тоже должны лежать. Вот они, образы. Напоминаю, initram диск – это такой образ диска, который у нас создается в оперативке и содержит файлы, которые необходимы самому ядру линукса для его корректной загрузки. Давайте глянем в папочку грубо еще. И вот здесь у него есть его файлы конфигурационные файлы. В основном здесь вот самый важный граб-конфиг и еще парочка необходимых ему файлов. С этим мы будем разбираться на следующем занятии. Давайте подведем итог. Мы с вами поговорили о том, что у нас есть BIOS, есть процесс загрузки. Разобрали этот процесс загрузки. Узнали о том, что есть загрузчики. Посмотрели, как они работают, какие у них есть параметры. Поредактировали немножко. Посмотрели события загрузки. Посмотрели дерево запущенных процессов. И даже поглядели, где у нас лежит ядро, initram и прочие интересные штуки, которые участвуют в запуске операционной системы. Дальнейшая процедура, например, конфигурация загрузчика и еще разные такие вкусности будем рассматривать в следующем уроке.